Доброе утро, Новосибирск! Сегодня разговариваем с веселыми и находчивыми ребятами, членами команды «Столик Чулым». Доброе утро! Меня зовут Евгений Чурилин, моя коллега-соведущая Алена Чурилина. Самые веселые, самые находчивые «Столик» в лицах Никита Севцов, Артем Шалякин и Евгений Саенко. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Подъем! Команда КВН «Столик» из города Чулым Новосибирской области прошла творческий путь от участия в местных и региональных лигах КВН до полуфинала в высшей лиге Международного союза КВН. А в октябре 2023 года команда приняла участие в юмористическом шоу «Лига городов». За что вы любите КВН? Интересно сразу вопрос. Не в бровь, а в глаз. Мы любим КВН за то, что он нам дал дорогу в жизнь. Дорогу в маку? Очень философский ответ. Хорошо. А раньше он не давал? Не, может быть давал. Не нам, да? Да, но по чуть-чуть. До того, как мы пришли, давал другим кому-то, наверное. Вообще, в чем принципиальное отличие КВН от стендапа? Ну, вот тут надо разобраться. Потому что современный мир говорит о том, что типа вроде как стендап, новое направление, все туда. И вообще все КВНщики там. И вот давайте мы сейчас расставим все, как говорится, по местам. Да, КВН и стендап. Ну, во-первых, я опровергнул вашу информацию. Не все КВНщики там. Больше половины стендаперов – это люди, которые не занимались комедией до этого вообще нигде, не в команде, не где-то что. Это второе отличие. То, что команда есть целая, где вот каждый несет друг за друга ответственность. И один человек, который сам по себе что угодно делает. В-третьих, это возрастной ценз, потому что всегда стендап – это темы, которые 12+, 14+, 16+, может быть, там, 21+, я не знаю, что это за темы могут быть. Вот, потому что обычно на стендап ходят взрослые люди, а взрослых людей не будет сильно тревожить то, что там в школе произошло, либо где-то какие-то такие более-менее детские темы. А КВН – это вот это вот от нуля до 100 лет. Вот все, что вот есть, можно вот показывать. Поэтому существуют и детские лиги КВН, студенческие, и взрослые, там, высшая лига, либо еще что-то. То есть это охватывает больше целевого аудитория. Ну, то есть после высшей лиги, как я понимаю, кто-то все-таки, да, но немногочисленный идет в стендап, а кто-то идет в аншлаг. Слушайте, даже параллельно люди занимаются, вот, играя в КВН, стендапом, потому что это такая их отдушина. Вот, то, что в КВН они не могут пошутить, по что-то рассказать, это недопустимо, там, по каким-то критериям. В стендапе они запросто это расскажут, и люди посмеются. А кто-то, например, параллельно с КВН, представляешь, работает? Вот просто. Бывает. Нет, я слышал, что все КВНщики безработные. Нет, неправда. Потому что не хватает времени вообще ни на что. Все время распределяется так, надо написать шутку, надо отрепетировать шутку, потом ее поставить на ноги, потом показать кому-то и так далее, и так далее. Но это, скорее, в самом начале пути КВНщика, когда ты, вот, студент, начинаешь играть в КВН, какая там работа. Ну, ты там, ты на пары-то не ходишь, а тебе надо еще на работу придумать. Ну, а потом ты так кайфуешь, рок-н-роллишь, а потом у тебя нет денег вообще на жизнь, ну, и приходится работать еще где-то. Ну, и прежде чем поговорить, ну, перейти, там, к результатам вашей деятельности и вообще о команде Солики, я еще хотела спросить, когда вы попали в КВН, когда вы пришли к КВН, когда он появился в вашей жизни? Слушайте, да. Да, Женю спросил. Да, ну, каждый появился, ну, каждый в своем возрасте, в свое время попал в КВН, у каждого свой, как бы, срок игры в КВН. Я, например, играю в КВН 10 лет. Так, и пришел в него, когда был в школу. Начиная со школьником я был, да, в городе Горный, я начинал играть, потом переехал в Чулым, и в Чулыме уже присоединился к ребятам. Так, Никита. Да, Никита. Так, сколько я уже с 2009 года, это 14-й год, наверное. Ого. Да, ну, конечно, типа, первые годы, вот если вот сейчас так смотреть, можно не считать, что мы играли в КВН. Там было такое что-то вроде подобия, что мы что-то пытались сделать. А потом уже в старших классах, наверное, в 11-м классе уже какая-то осознанность пришла, что прикольно это занятие, когда поступил в ВУЗ, там уже, блин, а можно же чего-то добиться там все-таки. И вот чем больше ты играешь, тем больше вот эта жажда выше, типа, становится. Там уже больше не то, чтобы ты получаешь удовольствие, ты получаешь удовольствие от того, что ты, ну, действительно добиваешься успехов, продвигаешься по этой лестнице. Вот, поэтому, да, 14 лет с 9-го класса вот такая. А я даже не знаю, год, когда это был, наверное, год 10-й, 11-й. Ну, там, да, КВН был не тот. Все так говорят. Раньше КВН был не тот. Нет, сейчас тот, в который мы играем, тогда был реально не тот, потому что мы собирались в Чулыми, нам наша руководительница давала вот такую стопку шуток, которых она где-то там набрала, и мы сидели, выбирали, что можно... В библиотеке шуток. Да, чего можно показать, там, ну, не понимали ничего, и там, ну, в итоге просто ничего не придумывали, просто где-то что-то хватали, а потом уже на школу КВН попали, и там нас научили, что надо придумывать, оказывается. Никто не знал, но надо придумывать, да? Да, и вот думаем до сих пор. Нельзя, оказывается, Гадю Петрович хреново показывать другим командам. И, оказывается, это все-все. Права на Гадю только у Голустяна, да? Да. Хорошо, вы попали в КВН. Когда вы, вот, все вместе собрались, когда появился столик вот в том составе, в котором есть сейчас? В том составе, который есть сейчас? Ну, когда Женя пришел к команде? Ну, это, получается, три года. Три года, вот, состав не меняется. Да. До этого каждый год добавлялось по человеку. Да, началось. Я самый, один из самых старых участников. Основатель. Основатель. Это я, Паша Федотов, Данила Качанов, Гаджев Дулаев. Такая команда у нас была. Мы, нас с разных школ набрали по одному. У нас в Чулыми три школы. И вот каждого из разной школы взяли, объединили. Вот вы команда КВН, едете на школу КВН. И мы, незнакомые люди, поехали играть в КВН. Как вы называетесь на столик? Почему столик? Было изначально название «Столик да столик», что он, брат, угоден, хах, столик. Такое было название. Что? Простите. Форум-то ясно, да. Как-то получилось. Была у нас клавиатура с компьютером. И Паша вот так ударил по клавишам. И получилось SDS, что бы ГХС. Ну, просто вот так. И мы начали расшифровывать это. Ну, и вот так расшифровали. Ездили на 3-4 игры с таким названием. Нам сказали, ну, ребят, надо что-то менять. Что-то должно быть посерьезнее, да? Да, ну, столик оставим. Когда вообще пришло понимание, что надо двигаться дальше? Что здесь уже все, вот, вы одержали все победы, забрали все награды, надо ехать выше. Да мы всегда пытались как-то двигаться дальше. Мы не думали, что, ну, вот, мы тут, тут круто, тут останемся. Типа мы здесь всех побеждаем, вот давайте здесь вариться в этом, во всем. Хорошо, а когда выпал шанс уехать? В 2019 год, скорее, это был. Мы тогда играли в четырех лигах. В две Новосибирские. Одна была в Тюмени, и четвертая была в Нягоне. Мы тогда потом в первую лигу попали. Нягонь, Тюмень, две в Новосибирске. Да, была Нягонь, Тюмень, две в Новосибирске были лиги. Мы тогда выиграли все, кроме одной новосибирской лиги. Вот, второе место заняли. Ну, к сожалению или к счастью, может быть, даже. Вот, и благодаря этому мы, ну, обрели какие-то уверенности, силы, материал, что вот мы реально можем что-то сделать. И поехали в Сочи на этот отборочный фестиваль. Там прошли первый раз в первую лигу. Вот, и уже тогда, ну, это был тот скачок, который, что ты вот из региональных лиг куда-то прыгаешь туда, где вот что-то более, что-то серьезное происходит. Это первая, это с Масляковым-младшим, да, по-моему, который ведет? Нет, это премьер-лига, и то он уже не ведет. Сразу к старшему, да. А, сразу к старшему. Перепрыгнули к премьер-лигу. Ну, вы даете через голову прыгать, конечно. Ну, во всяком случае, получилось, да? Экстерном. Прошли отбор, и дальше продолжаете играть. Играете, как я понимаю, действуете до сих пор, потому что у нас есть информация о том, что Лига городов на ТНТ. Давайте немножко коснемся сейчас этого проекта. Да, это все-таки, ну, не классика, скажем так, да, КВН и Первый канал. Это ТНТ. И возвращаясь к первому вопросу, да, о том, в чем разница со стендапом, все-таки ТНТ, ну, я не знаю, больше стендапом канал, да. Насколько это вот близко к КВН? Ну, начнем с того, что это тоже командный, ну, то есть командное состязание в Юмор. Так. То есть, как бы, Лига городов сейчас идет первый сезон. То есть пока это, как бы, можно сказать, пробный сезон. Пилотный проект, да. Да, пилотный проект, и что получилось в нем, ну, нужно смотреть, как бы, и понимать, насколько он похож на КВН или не похож, это уже судить, наверное, зрителю. Но нам, как участникам, кажется, что, ну, немножечко он все-таки точно отличается. Что это тоже командный вид юмора, это 100%. Ну, то есть в этом он с КВН схожим. Но цензор и все остальное там немного есть. Там больше дозволено, чем в КВН, о чем ты говоришь. А границы шире, да, границы? Ну, да, да, то есть в КВН это только абсолютно белый юмор, вообще ничего нельзя. В Лиге городов такое немного дозволяется, то есть... Серенький такой юмор. Да, ну, можно даже сматернуться, если это очень оправдано. Вот так. И очень аккуратно все равно. Ну, и очень аккуратно, естественно, запикается все, но это дозволено в КВН, то есть это точно нефт. Это точно нефт. Да, тут будут рассматривать, то есть это стоит того, не стоит того и так далее. А вообще про цензуру. Вот смотрите, вы готовились на Лигу городов, вы приготовили юмор, насколько жесткая была цензура и редактура. Да не стоит, редактура, наверное, больше, да. Приехали вы такие с юмором, вам такие, а, не пойдет, переписывай. Там больше рекомендательный характер, то есть там нет такого, что вот это точно нет. Ну, тут говорят, ну, ребят, ну, это, например, нам кажется, не зайдет. И мы уже решаем. То есть оставляем мы это, доверяем, доверяемся мы мнению редакторов, продюсеров, либо нет. А, то есть есть такая возможность, да, что вы просто оставляете ту программу, которую привезли, и ее же выставляете на игру? Да, такое может быть, но для того, там и существуют продюсеры, которые сидят креативные, которые говорят, что вот это лучше, как лучше сделать. Ну, они поопытнее, они со стороны это видят, то, что шутка, она, то есть она нам смешная, мы ее в комнате придумали, мы все смеемся. Все посмеялись, да, а в зале она не заходит. А я знаю, что сейчас лучше. Друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза, посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился, это «Оранжевое утро» и у нас сегодня в гостях. За столиком, столик сидит у нас сегодня вот. В нашей студии? Да. Мы продолжаем разговаривать. Прошлую часть закончили на том, что вы попали на шоу «Лига городов», шоу-программу, как правильно? Правильно. Да, и шоу-программа подходит. И так правильно, и так правильно. Там через тире пишется, шоу-программа. Лига городов, наоборот. Такая ее молодец. А чья была идея поехать на этот проект? Или вас пригласили? Говорят, ребят, мы вас там видели, вы прикольные, давайте к нам. Кстати, на этот вопрос как раз-таки подготовил ответ Евгений. Он очень хотел на него ответить. Сразу видно, да, команда? Как мы туда попали? После того, как мы... Ну, то есть мы отыграли один сезон в высшей лиге, приехали снова в Сочи. Мы как бы в статусе полуфиналиста высшей лиги. Ну, естественно, мы думали, что мы попадем в высшую лигу. Вот. У нас немного не получилось этого сделать по тем этой или иным причинам. Вот. И мы пошли просто уже играть в премьер-лигу на ранг ниже, она не телевизионная. И тут к нам в Сочи уже или чуть позже подошли продюсеры телеканала ТНТ и Амика, которые занимаются съемкой передачи КВН, и предложили нам поучаствовать в новом проекте. Они еще сами сказали, мы не знаем, что это за проект, что из этого получится, но мы вам предлагаем в нем принять участие. Приезжайте на кастинг. Мы думали, ехать или не ехать, потом все-таки решили, это лучше, чем просто год играть в премьер-лиге. Да. Вот. Мы приехали, нас взяли, и, мне кажется, появился крутой проект на телеканале ТНТ благодаря нам и продюсерам, и таким потрясающим ребятам. Готовы, Ленадин. Привет. За учетом. Смотрите, я просто наблюдаю картину, как вы делегируете друг на друга какие-то вопросы. А вообще, как распределяются обязанности в команде? Кто отвечает там? Кто за что? Кто за реквизит? Кто за юмор? Кто за делегацию вопросов? Делегирование вопросов? В каждой команде у нас есть определенные должности, как бы можно сказать, которые мы занимаем. Команда – это такой, знаете, такой маленький продакшен, который создает как бы контент. В нашей команде тоже все распределено. Вот вы кем себя распределили? Я креативный продюсер команды «Крунстолик» и «Денис Аенко». Очень приятно, да? Тут нужно быть аплодисментом. Спасибо. Так, далее. Мам, привет. Я в телевизоре, да? Гордый привет. Гордый привет. Вот, идем дальше. Давай, Никит. У меня должность автора и актер команды, собственно, максимально простая. Вот, я чернорабочий, вот, пишу и показываю то, что он, собственно, написал, вот. А Евгений, он такой, он чаще вне сцены занимается, то есть, каким-то поиском, может быть, там, реквизитом, может быть, спонсоров каких-то. Ищет какие-то ходы для продвижения нашей команды. Хот-доги взять, да, где-нибудь? Хот-дог-мастер. Это все, кстати, начиналось с этого, да. Да, да, да. Начиналось с хот-догов. Я диджитал-продюсер команды «Крунстолик». Объясню, почему. Занимаюсь визуализацией. Точно. Дальше объясняю. Визуализацией. Что вы визуализируете? Деньги? Добавляю еще одно слово. Что вы? Так, еще слово добавить. Давай. Визуализацией. Контента. Контента. Ну, ладно, это, в общем, я занимаюсь непосредственно. Социальные сети? Ну, с какой-то стороны, да. С другой стороны, вот если выступления у нас какие-то, видео, картинки, что там, монтаж, там, какие-то диджитал-технологии присутствуют, если, то я этим вот и занимаюсь. Ну, и также еще и шутки пишу вот с ребятами и иногда актерю. Кто у вас менеджер по связям с общественностью? Менеджер по связям с... Артем Дроздецкий. Да, Артем Дроздецкий. Он не пришел, он связывается с общественностью. Он связанный лежит. Общественностью. Общественность его связала. Хорошо. Надоело общаться. Капитан команды, кто у вас? Павел Федотов. Чем занимается Павел Федотов? Назначает менеджеров? Блин, а о чем занимается? Придумывает все нам профессии. Придумывает профессии. Ну, придумывает наши должности, Павел А вот оно откуда все Ну и играет, собственно, на сцене А кто говорит, ребят, собираемся сегодня Или, допустим, сегодня не собираемся У меня день рождения У каждого такие полномочия есть Да, каждый может в какой-то момент сказать Ну, мы в любой момент можем заниматься полной фигней всей командой Там у нас завтра игра, мы сидим, там, что-нибудь, дрочки кидаем И любой из нас может взорваться Сказать, так, ребят, все, хоре Вот, давайте заниматься делами Ну, так что у нас нету такого человека Кто первый это осознает, что мы занимаемся Приходит, говорит, так, ты, ты туда, ты туда, ты сюда У нас нет такого Опять возвращаемся, я немножечко про историю коллектива Про историю команды Коллективу получается 10 лет, команде 10 лет Но именно в этом составе команда работает 3 года А вот смотрите, 3 года вы работаете А первый выход этого состава Удачным ли он был или неудачным Или все-таки работал как-то ваш прошлый опыт Или все-таки вот есть момент такой срабатывания Ну, в год, когда мы начали играть этим составом, мы выиграли первую лигу Это успешный, мы считаем, год И на следующий год попали в высшую лигу этим же составом То есть хороший был трамплин у нас с этим составом То есть такая команда, это снежный ком как будто Вот мы начинали вот так И потихоньку людьми обрасталось, обрасталось То есть тот опыт передавался к нам Все люди, которые добавлялись, они были главными в тех командах В которых они играли до столика То есть, соответственно, те шутки, которые были в той команде Теперь уже на этот снежный ком налепляются И вот так это все машина юмора Вот это подъехало к Лиге Пирадову Понятно Ну, по поводу машины Кто-то еще помогает этой машине? То есть пользователи? Я видела объявление, они искали девочку с длинными волосами Зачем? А, ну это... Это в прошлом году было, да? Неважно, я зашла в группу, они там ищут девочку То есть, ну, так или иначе, представляешь, они актеров с улицы берут Ну да А зачем? Давай расскажу У нас был номер, мы играли в Лиге Кавян-Сибирь Так На, вот, тоже тут проснимают это все Знакомые в курсе, да Вот, у нас был номер, где человек должен был скакать на лошади в определенное место Вот, и мы так придумали, что будет прикольно, если вот выйдет девочка Наклонится вперед волосами с косой Ну, не с косой, а с хвостом Так Вот Мальчик подойдет как-то попой к попе, вот так встанет Вот, на экране появится голова лошади, где вперед она скачет И вот создается вот такая большая картинка, что вот хвост, человек и дальше вдаль он скачет Вот, и там надо поддержки просто вот так головой мотать А вообще часто ли прибегаете к помощи вот сторонних людей? Ну да, ну, как правило, у нас, допустим, если придумали на афроамериканца, допустим, какую-либо шутку, у нас в команде нету афроамериканцев К сожалению Или народный коллектив, да Или народный коллектив, да Приходится где-то искать Вот, вот это такие, то есть сопутствующие шуткам вещи А непосредственно за авторской помощью мы в последнее время не обращаемся В прошлом году, когда мы играли в высшей лиге, это вот как будто требовала обстановка и объем, который, и тяжесть этого всего, что нужно сделать Много юмора или сложность юмора? Для нас скорее была сложность, потому что для высшей лиги такой зал был определенный, для которого нужно было писать определенные шутки То есть, если наш стиль можно описывать, как там, не знаю, где мы там что-то бегаем, прыгаем, что-то смешно, не смешно В зал высшей лиги, к сожалению, это не любят, как нам говорят Вот То есть, нам нужны такие остроты, да? Там диктуют определенные условия К сожалению, да, там требуется осознанность, выглаженность, вычисленность, какая-то чистота То есть, получается, что в современной команде, вот, играя во взрослый, да, КВН, там, на первом, не обойтись без помощи сторонних авторов? К сожалению Ну да, так и есть А вот, Лига городов Так, машина юмора молодая Если мы проведем параллели, допустим, вот тут на первом канале, тоже на федеральном канале проходит КВН Тут на ТНТ тоже проходит командное соревнование Собственно, и ты можешь просто посчитать рейтинги, где будет, ну, сколько людей тебя увидят на первом канале И сделаешь вывод, что, например, тебе лучше идти на первый канал, ну, пытаться добиться туда чего-то Либо пройти кастинг, и сразу у тебя будет хотя бы один эфир, то есть, ну, если из эфира не вырежут, такое бывает Вот Как все по-честному И целевая аудитория, как будто у ТНТ, она шире, чем у Первого канала Вот, там могут и посмотреть твои друзья, которым около 20 лет И твои родители, которым около 50 лет То есть уже 30 лет такая вот объемная возрастная категория, в которую ты можешь попасть Ну и плюс там поощряют, ну, в Лиге городов, все-таки это более-менее молодежный проект Все-таки вот молодая кровь, у них даже и там, как они так говорили, для чего они говорили, что вот Лига городов создается, они хотят, чтобы молодая кровь попадала на ТНТ, то есть какие-то новые кадры были постоянно, чтобы не было постоянно там храма воли, либо еще что-то, чтобы новых звезд сделать Вот, и для этого они ищут молодые, вот, собственно, дарования какие-то Поэтому все-таки вот молодой команде Не в этом сезоне это были вы, это был столик Вот такие молодые, а кровь мне, конечно, чуть-чуть подпеклась Ну ладно, с другой стороны, давайте посмотрим на всю ситуацию Скажите, а вообще работаете, нет? Или только юмор и ничего? Работаем, конечно, да Сейчас удивите нас, кем работаете в жизни, ну, вот так вот Давайте с Артема начнем Давайте, Артем Я веб-дизайнер и графический дизайнер Понятно, откуда диджитал и этот самый там В продакшн, да Так, хорошо Никита, дальше, да, Никит Хотел сказать, что вы коллеги Ну да А, мы, кстати, коллеги с вами, да Я работаю в агенции поддержки молодежных инициатив У нас отдел развития КВН непосредственно Ну, смотрите, а вы говорите не молодая кровь Вы же пьете молодую кровь из молодой крови А, да, да Обновляете собственный организм Я думал, вы остановитесь на слово пьете Так, Евгений Евгений? Я преподаю робототехнику детям в Академгородке Смешно преподаете? Ну, если кто-то приходит, то смешно Если кто-то не приходит, то ехать в Академгородок и обратно не особо забавно То есть получается в дополнительном образовании, да, робототехника Ну, можно так сказать, да? Понятно А, еще ведущий в потрясающем шоу Today, если такое можно говорить Ну да, почему бы и нет Мы пока что его не знаем, но теперь, наверное, узнают Хорошо А, плох тот КВНщик, который не мечтает, да, попасть там на федеральные каналы Что дает медийность КВНщикам? Да Узнают в городе Скидку делают в магазинах Фотографируются там Ну, в Чулыми точно узнают Да, благодарю Ну, в городе пока так себе Ну, вот когда мы были в Москве на съемках, нас там узнавали Вот, а здесь, в Новосибирске, почему-то люди не хотят видео узнавать Либо стесняются Ну, либо еще мало эфиров, может быть Да Если будет больше Да, если мы пройдем дальше, если мы в финал пройдем То, да Изменим фамилию на Харламов, да, вполне вероятно Нет, ну, в любом случае, как я понимаю, возвращаясь, да, к беседе по поводу того, что КВН дает нам дорогу в жизнь И, глядишь, может быть, не знаю, там, можно будет организовать, да, свое там движение Да Вести какой-нибудь, не знаю, там, передачу какую-нибудь или еще что-то, да, то есть, ну, как бы вот именно из этих Даже, например, даже если, например, вот большинство КВН ведут разные мероприятия, там, свадьбы, корпоративы, либо еще что-то Один эфир, это плюс уже какая-то сумма к гонорару Это, ну, то есть Все работает Все работает Все работает Вот она дорога жизни для людей, которые вот ведут мероприятия В общем, мы вам желаем новых побед и достижений, новых планов И нового юмора Спасибо большое, что пришли к нам в гости Спасибо, что позвали Нас И нас Нас всех Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok